Девушки отдыхают Сегодня под руководством повара Лиди Гана мы научимся готовить хрустящих снаружи, нежных внутри, невероятно вкусных раков-богомолов с перченой солью. Нам понадобятся раки-богомолы, красный и зеленый острый перцы, приправа 5 специй, рисовое вино, кунжутное масло и крахмал. Выбирая раков-богомолов, обратите внимание на брюшко, оно должно быть зеленоватым. Зеленоватым, понятно. Отчетливо должна быть видна линия. Вы говорите про темно-зеленую линию вдоль всего брюшка, да? Это признак того, что рак-богомол свежий. Это во-первых. А во-вторых... Есть ли в нем икра? Именно. И если его потрогать, оно очень эластичное. И не сдувается от одного прикосновения. А чтобы узнать, много ли у рака-богомола мяса, нужно потрогать его сзади. За хвост. Да. Здесь нажимать? Да, сейчас увидите. Вода пошла. При нажатии панцирь пружинит, что говорит о том, что в нем много мяса. Так, раков мы выбрали. Далее нужно положить их в соленую воду. В которую нужно добавить немного желтодревесника. А для чего? Для нейтрализации постороннего запаха. Так раки станут более ароматными. А в соленую воду кладем, чтобы обеззаразить раков-богомол? Абсолютно верно. Заливаем полностью? Да. Так. То есть их нужно замочить? Верно. Сколько замачивать нужно? Примерно минут пять. Этого хватит? Да. Замачиваем в воде с солью и желтодревесником на пять минут? Да. Перечная соль – ключевой компонент в этом блюде. Верно. Будем делать ее, да? Да. Начнем с нее. Включаем огонь. Высыпаем соль на сковороду. Обычная соль подойдет? Да. А морская крупногранулированная соль подойдет? Обычная соль вполне сгодится. То есть сначала мы обожжем соль, правильно? Да. Мы ее нагреем. Видите, она уже поменяла цвет. Значит, она нагрелась. Пожелтела. Теперь добавим приправу пять специй. А столько хватит для такого количества соли? Вполне. Чувствуете аромат? Да, приятный. Значит, пора снимать. Как приятно пахнет. А после этого? Эту соль можно использовать по-разному. Можно и в жареный арахис добавить. И в жареную курицу. Макать туда и есть. Можно и с жареной картошкой. В любое жареное блюдо, если добавить, получится здорово. Верно. Соль не пережарить, иначе приправа пять специй пригорит. А как это определить? Нельзя жарить до дыма. То есть нужно хорошо прогреть сковороду и снимать с огня? Да, главное не передержать. Нужен лишь коричневый оттенок и все. То есть соль должна быть желтенькая, а потом добавляем приправу пять специй. Да. Как же приятно пахнет. Высыпаем все это в тарелку. Соль с приправой пять специй мы сделали. А желтый древесник будем тоже нагревать на огне? Нет, его не будем. А что тогда мы будем делать? Он же у нас здесь. А, этого достаточно? Да, он пропитает раков богомолов. Чувствуете аромат? Да, эта вода благоухает желтодревесником. То есть в нашем сегодняшнем блюде главное это соль с приправой пять специй. Да. А желтый древесник мы используем во время замачивания. Да, чтобы не было постороннего запаха. Понятно. Хорошо, давайте нарежем дополнительные ингредиенты. Опять вы нас удивили. Научили готовить соль с приправой пять специй. Зачем нам дополнительные ингредиенты? Можно ведь обжарить раков и мократь их в соль с приправой пять специй. Это для того, чтобы вкус получился более особенным. Мы их добавим, когда будем раков богомолов жарить во фритюре? Нет, мы их обжарим в небольшом количестве масла. Далее мы нарежем перец соломкой. То есть мы их обжарим отдельно, а потом выложим сбоку? Да, вместе с перечной солью. Перец нарезали. Какая красота! Наши ингредиенты готовы? Этого достаточно? Нет, еще мелко накрошим лук. Так, берем часть луковицы. Все это мы потом обжарим в малом количестве масла. Лук можно еще накрошить соломкой. Чеснок. Его сначала давим. Без имбиря нам тоже не обойдет. Точно. Потому что мы готовим обитателя воды. А вы знаете, почему продукты водного промысла нельзя готовить без имбиря? Потому что есть поговорка «без имбиря нет вкуса». А почему его нужно обязательно добавлять к морепродуктам? Ведь когда мы мясо готовим, тоже этой поговоркой пользуемся. Да, вы верно говорите. Но морские и речные обитатели относятся к энергии инь. Так. Имбирь эту энергию уравновешивает. Тут также идет сочетание энергии в тепла и холода. Верно. Взаимодействие тепла и холода. Верно. Чеснок готов. Далее. Имбирь. Можно наливать масло. Выливаем все. Промокнем раков богомолов столовыми салфетками. Давайте. Чтобы впитать всю воду. Согласен. Иначе, если вода попадет в горячее масло, то брызги полетят во все стороны. Переворачиваем. И кладем сюда. Так. Хорошо. Далее мы еще. Что-то добавим? Рисовое вино. А почему мы его сразу не добавили? Оно улучшит вкус раков бог же, адсорбирует лишнюю воду. Ммм. А для раков мы никакой кляр готовить не будем? Нет, не будем. Иначе раки внутри получатся мягкими, а снаружи не хрустящими. Из-за панциря, да? Поэтому мы добавим крахмал. То есть сделаем их таким образом хрустящими? Да, крахмал нужен для этого. И с ними будем жарить во фритюре? Да. А вы не боитесь, что крахмал... А, теперь понятно. Почему вы рисовое вино добавили? Чтобы крахмал более равномерно распределился по ракам. Все верно. А и вы руками их не перемешиваете? Колятся они. Это недостаток раков-богомолов. Точно. Медведки ведь тоже можно так приготовить? Да, вполне. Они тоже колются? Нет, у них главная проблема в клешнях. Да, есть такое. Но пока приготовишь, несколько раз поранишься. Да, поэтому раков нужно хорошенько потрясти. Вы боитесь уколоть руки? Ага. Масло нужно нагреть до 195 градусов. 180 градусов? Я примерно знаю, как определить. Как вычислить 195? Из коварда должен идти легкий дымок. И вот и он. Точно. Можно? Масло готово к жарке. Выложим одного рака и посмотрим. Не нужно. Я знаю другой способ. Смотрите. Вы бросили туда крахмал? Да, вот теперь можно выкладывать раков. Наш повар может по крахмалу определить, насколько нагрето масло. Все-таки не до конца я воду промокнула. Плохо свою работу выполнила. Не до конца я воду промокнула. Ничего страшного. Ой, смотрите, по-моему, из них вода льется. Да, есть такое. Странно как-то. В раках-богомолах содержится жидкость. То есть в обтирании раков-богомолов смысла не было. Оказывается, у них в брюшке есть жидкость. Верно. Поэтому будьте осторожны, друзья. Точно. С раками-богомолами нужно быть крайне аккуратными. Нужно поддерживать температуру масла. Да, потому что когда мы опустили туда раков, она понизилась. Но через некоторое время она снова повысится. Нужно следить за тем, когда они поменяют цвет. Да. Так поверхность немного затвердела, значит, можно вытаскивать. А это масло мы еще будем использовать? Да, только повторно его нагреем. Чтобы снова обжарить? Да. Панцирь у раков-богомолов жестче, чем у креветок. Все правильно. И толще. Точно. Поэтому можно не волноваться, что они быстро пригорят. Кладем чеснок. Повторное обжаривание должно быть коротким по времени? Не обязательно. Благодаря толстому панцирю бояться нечего. Точно. К тому же чеснок снижает температуру масла. Ого, а я и не знала. Сейчас можно уже вытаскивать. Жарка во фритюре прошла успешно. Наливаем в сковороду кунжутное масло. В нем обжариваем дополнительные ингредиенты. Выкладываем чеснок в красный и зеленый перец. Порезанный лук. Да. И имбирь. Готово. Это приправа для нашего блюда. Верно. Выкладываем раков-богомолов. Как вы ловко это делаете. Вот так. Тут у нас и обжаренный чеснок, и сырой чеснок. Посыпаем солью с перцем. Вот сейчас. Мы используем соль с приправой 5 специй. Так. Еще немного. Готово. Вы сейчас встряхивали сковороду, а я, думаю, пользуюсь лопаткой и ложкой. Так тоже можно. Да, главное жарить и помешивать. А почему это нужно делать одновременно? Почему нельзя сначала положить соль, а потом все перемешать? Так соль равномерно распределяется. Понятно. Если сделать, как вы говорите, где-то будет пресно, а где-то чересчур солено. Поняла. Готово. Да, и к тому же, сегодня повар Ли научил нас готовить соль с приправой 5 специй. Да. Которую можно использовать не только в этом блюде, но и многих других. Правильно. Давайте вспомним, как готовятся раки-богомола с перченой солью. Промойте раков-богомола водой. Затем добавьте соль, желтотревестник и залейте водой на 5 минут. Насыпьте в сковороду соль, обжарьте ее до желтоватого цвета и добавьте приправу 5 специй, после чего жарьте еще некоторое время. Вытащите раков-богомолов из воды и промокните их салфеткой. Добавьте рисового вина, крахмала и перемешайте. Нагрейте масло до 195 градусов и выложите туда раков. Когда их поверхность затвердеет, выложите их. Дождитесь, когда масло снова нагреется и снова положите их в сковороду, посыпав чесноком. В другую сковороду налейте кунжутного масла, выложите лук, имбирь, чеснок, а также красный и зеленый перцы. Равномерно обжарив эту смесь ингредиентов, выложите к ним раков-богомолов. И одновременно сыпьте соль и встряхивайте сковороду. Равномерно обжарив, блюдо можно снимать с огня. Осталось лишь приготовить закуску. Готовим вкусно и не лилимся. Далее мы приготовим великолепную закуску под алкоголь. Вареные конские бобы с приправой 5 специй. Вам понадобятся конские бобы, пищевая соль, желто-древесник, лавровый лист, бадьян и корица. Рецепт очень прост. Помойте конские бобы и очистите их от кожуры. Налейте воды в кастрюлю и поставьте ее на огонь. Добавьте соль, лавровый лист, бадьян, желто-древесник, корицу. Добавьте конские бобы и приправьте соевым соусом. После чего накройте крышкой на 10 минут и готово. Субтитры подогнал «Симон»!